38 лет прошло с тех пор, как учительница музыки средней школы села Трубино Надежда Ребячая организовала в школе фольклорный кружок. Сегодня Надежда Николаевна руководит народным коллективом, который воспитал несколько поколений любителей русской культуры. Фольклорно-этнографический ансамбль называется «Веретейка». Недавно он выступил с концертом в Шелковском историко-художественном музее. Высокий берег реки, который не затопляется при половодке. И естественно на этих угорах, на этом высоком берегу весной катились храмы. Ну а еще второе значение этого слова – это крепко скрученная верюлочка. Ну вот я думаю, что и первое, и второе значение очень подходит к нашему коллективу, потому что мы стараемся дружно, крепко держаться друг за друга, вместе заниматься изучением народной культуры и пропагандировать ее. Вместе со своими воспитанниками Надежда Ребячая изучала и познавала народную культуру. Коллектив взрослел и разрастался, стал завоевывать места на фестивалях и конкурсах, в том числе международных, во Франции и Испании. С 1997 года артисты-веретейки начали заниматься экспедиционной работой, изучать народную культуру уже не по учебникам и нотным сборникам, а от бабушек, которые сами сохранили наследие предков. Сначала четыре года мы в экспедиции ходили по северо-востоку Подмосковья, а потом поехали в Липецкую область, в Верхангельскую область, в Рязанскую область. В общем, у нас всего 17 экспедиций за плечами, и это, конечно, тоже было очень здорово, потому что, знаете, дети, которые в экспедиции побывали, они плохо болели, они заразились просто этнографией, фольклором. 16 лет назад веретейка обосновалась во Фрязинском центре культуры и досуга «Факел». Была создана детская фольклорная студия. Сегодня коллектив объединяет 56 детей и 25 взрослых. В музее выступили старшие. В программе, которую назвали строчкой из духовного стиха «По улице, по широкой», прозвучали плясовые песни, частушки, духовные стихи и другие фольклорные произведения. Как хорошо рукосить, которая волнуется, Хорошо руколюбить, которая целуется. Среди тех, кто благодаря веретейке связал свою жизнь с народной музыкой, солистка ансамбля Александра Коростылева, студентка Университета культуры. Мой миллионочек дурак, любит девок, любит баб, А я еду, говорю вам, Знаешь что, люби бабушку мою. Литна, да литна, да литна, 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 литна. Украсил программу своим искусством друг коллектива, композитор и аранжировщик из Москвы Дмитрий Ульянов. Балалайка в его руках, как будто говорит со зрителем. Без малого 4 десятилетия фольклорно-этнографический ансамбль «Веретейка», созданный на Щелковской земле, с любовью приобщает зрителей к музыкальной культуре разных регионов нашей многонациональной страны. И зрители отвечают взаимностью. А еще у меня, знаете, такое странное впечатление, что Балалайка – это какой-то живой организм, который живет теперь своей жизнью. Иногда мне диктует, что мне надо делать. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.